всем привет вы на канале миша не рулит мы продолжаем наше путешествие по маршруту теперь уже курган рощина челябинской области но маленький нюанс придется на маршрут немножко изменить по техническим причинам поскольку устранив казалось бы устранив нашу поломку в новосибирске с наргачем она была устранена не до конца и обнаружил это я вчера вечером когда заходил сюда вот газпром на стояночку услышал скрежет металлический думаю ну все в капец что-то где-то скребет а скрепить и может только только колодка металлической на колодок тормозные колодки мы сняли значит скрепит скребет теперь пятаками энергич прямо по диску поэтому стараюсь сейчас ехать без тормозов очень редко только в экстренных случаях ими пользуюсь позвонил я на шинку который работает по нашей карте петр мастер своя колея ребята сказали что они работают но мне надо немножко будет изменить маршрут повернуть сейчас на круги сторону омска там где-то говорят километров семь до них доеду сейчас скинем опять колеса уже варварским способом придется эти трубки глушить перегибая затянем хомутами потому что тем способом который мы сделали как он оказался не недостаточно как-то проникает при торможении все равно в камеру тормозную камеру издавливает суппорт который к сожалению рамка без колодок для специальных освободил чтобы он не подклинил ничего и на тебе и на тебе засада обидно досадно но как говорят хрен с ним ладно всякой жизни случается в нашей работе это почти постоянно когда суппорта во время не обслуживаются не смазываются направляющие ездим как быть это победного пока не сломается и вот тебе пожалуйста результат сейчас главное нам выполнить свою работу и довести машину до места до базы чтобы там уже сделать технический ремонт кто не был в кургане это вот я сейчас двигаюсь по трассе кисецкая курган и по идее нам надо было бы уйти сейчас направо на челябинск но говорю маршрут придется сменить потому что это машина монтаж находится немножко в другой стороне который нас обслуживает по безналу ну чтож утро солнечное весеннее настроение хорошее было пока я утром не залез под машину и не обнаружил блин диск шаркает этой рамкой суппорта еще и пятаками думаю были на делу но там следов уже металлических беда думаю нет надо спасать диск потому что до места мне еще не так близко впереди еще уральские горы это вообще жесть там без тормозов никак нельзя так что будем спасать диск выравнивать ситуацию выходить из положения оставайтесь с нами сейчас мы посмотрим что же все таки там случилось да небольшое отклонение от темы не знаю уж насколько секретно это база здесь стоит часть пво и вот этот лазер у меня срабатывает а вон те антенны которые вращаются здесь и своим излучением подают сигнал на радар-детектор за я тебе перезвоню я сейчас на шинку еду вроде бы созвонил с ними вот сказали подъезжая сейчас посмотрим я думаю тут уже выход один чтобы нам больше судьбу не испытывать все-таки перегнуть эти трубки жалко не жалко видишься к диска еще жальче уже там я говорю пошаркал его хорошо и если мне еще в горах это происходит случится я вообще запарю просто это диск я за это по головке не погладит не знаю начнут придумать на резинку тоже может продавить тут уж вроде саморез вкрутили все должно прям капитально все равно каким-то образом видишь а туда попал при торможении дает воздух ну сейчас я с ребятами шиномонтажник поговорю может у них действительно какие-то такие да ладенка сейчас попробуем Ну да, дача, сейчас, ага, ладно, посмотрим, вот осталось 5 километров, сейчас посмотрим, что будет, давай, ага, приятно, ребята, иметь таких друзей, которые и советом, и делом всегда помогут, вот звонил я другу, но связь пропала, не перезвонил, вот, так что советует он мне таким варварским способом трубки не гнуть, потому что на улице все-таки не так тепло, и пластик он все равно грубеет зимой. Можно подломить трубочку, и тогда уже малой крови тут не отделаешься. Осталось еще немножко, ребятки, сейчас заедем, со специалистами уже решим, как же все-таки поступить. Да, мосты в России, это извечные проблемы, как и дороги, но дороги-то хоть сейчас стали немножко уметь делать, да, научились. А вот мосты, посмотрите только, во что превращен мост, это, блин, дыры, наверное, скоро будут прям, вот, слышите, вот этот звук неприятный, металлический, вот, уже мне пришлось притормозить. Дыры, наверное, скоро насквозь будут в мосту. Ладно, вот днем едешь, как говорится, у тебя еще есть, как говорится, время для маневров и место, время и место, а ночью, на ближнем свете особенно, блин, тут в таких ямах можно и машинку подломить. Ладно, ребятки, не переключайтесь, оставайтесь на канале, я думаю, вам тоже будет интересно, что же все-таки меня здесь мучает с этими тормозами, чем же я все-таки провинился перед боженькой, за что он меня так наказывает. Брешно говорить, бог не наказывай. Ладно, ребят, едем. И посмотрим вместе с вами, что же все-таки случилось. Ну вот, ребята, мы с вами и приехали, и я уже даже не знаю, радоваться этому или не радоваться, потому что коллега, походу, здесь прилип. Тоже, наверное, хотел заехать в шиномонтаж, но посмотрите, в каком состоянии здесь подъезд. Ё-моё, блин. Да, ребята. Радостные новости оказались не настолько радостными. Это сейчас здесь с двадцаткой вообще нереально, сейчас точно здесь провалишься. Пойду-ка я схожу и посмотрю, стоит мне сюда соваться или все-таки развернуться и ехать мне до ближайшего шиномонтажа, до другого. Пойдемте, ребята, посмотрим. Визуально хотя бы сначала, прежде чем... Так, сейчас мы включим авареечку, чтобы там сзади никому нам не мешать. Здесь вроде проездки есть, проедут. Пойдем-ка посмотрим, стоит ли нам туда соваться. А я... Тут надолго, да? Вы на шинку хотели, да, ребят? На шинку хотели заехать? Капец, блин. Я вот тоже хотел, но здесь, наверное... Приехал трактор, помощник. Ну, не знаю, он здесь, его вытащить, не вытащить ли, блин. А мне, если здесь проходить, тут тоже можно... Ребятки, воля судьбы мы стали с вами свидетелями того, что машинка вот тоже, Смоленская, по-моему, собиралась подъехать сюда, к этой шинке. Но, к сожалению, здесь снега по-самой не могу. Сейчас посмотрим, может быть, его все-таки трактором смогут сдернуть, но, как нарочно, троса у него не оказалось, а у меня мой уже оборвали. Он бы сейчас, конечно, подкрепил ковшом. Нет, наверное, тут нереально. Вообще, вот с песочком-то пойдет. Во-во-во. С раскачкой. По прямой сделай руль, да-да-да. Эту же. Теперь не тронется. Не-не-не, назад давай, так же. Опять на песок давай. Нет, давай-давай на песок, пускай зайдет. Из песка пойдет уже. На песок, на песок вставай. Короче, не официально занимается. Просил, чтобы когда он будет чистить, и его не снимал. Нет, нет, зайди на песок, на песок. Еще, 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 еще назад чуть-чуть. Разгончик дай. Давай, пробуй. Блин, да? Еще одна. Да. Сейчас трактор почистит. Ну что, подождем. Подождем, что делать. Приехали, не разворачиваться. Потому что. Да. Засада. Ну что, сейчас с разгона может и пойдет. На трактор легкий, он тут нифига не возьмет. Снега столько. Пошел, но там каша, блин. Каша, лед. Ээээ, нет. Песок надо и там кидать. Песок надо и там кидать. Ладно, пойду ребятам помогу. Надо подкинуть песочек. Сейчас, пробуем толкать. Троса не нашли. Будем толкать. Ё-моё. Не, он буксует уже, бля. Ему надо немного назад, чтобы с разгончиком. Погоди назад, он. Ё-моё. Трактор-то сам застрял. Я и говорю, можно так получиться, кто-то подпрыгнет, с ворота уйдет. Нас, говорю, проткнули так ворота. Они же на разных уровнях. Она выше, ниже, блин. Ребята, песок, только ничего не поможет. Ну, а он идет, по накатал ее. А что он нижний отбойник ее не толкал? Там-то больше места. Какой нижний? Вон. Вот ли фонарей-то. Фонаря? Да, сразу настанет. А, он подает. Они же резиновые. Они промнутся и до фонарей. Все, капец будет. А тем более, я говорю, она туда-сюда съедет и все. И у нас в Воротину вошла тогда. Песок, ребята, песок, только песок. Вы назад попробуйте сдать, он прочистит, не троедите. Назад-то она вроде идет. Если ты меня-то не доедешь, я уберу, конечно. Хорошо. Пойду уберу машину. Пробует он назад, выйти. Но он здесь не вывернет назад. Это уже сто процентов. Блин. Что делать? Ехать другую шинку? Ехать другую шинку? Капец. Времени нет уже. Ну что, зацепили трактором. Будем пробовать. Но Беларусь такой легкий, блядь. Не знаю, как он его возьмет. А он груженый. Пробует у этого два моста. Пошел, 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 пошел. Молодца, молодца. Ну, вперед-то, наверное, нормально выйдет. Там поровнее вроде бы. Вроде дагестанские ребята, да? А номера вроде как смоленские, что ли? Смотрите. Ну что, меня тоже тросом сюда. Я ему говорю, ты выдерни, говорю, он прочистит всю площадку. Да, ему там вот заход почистить, потому что отсюда, тут с угла будет не очень. Там все равно с разбегу маленько будет расхотиться. Да, да. Сейчас почистим площадку.